Почетный академик Почетный академик Почетный академик В общем, все сделано для того, чтобы стихология стала известна, потому что в нашем стихе мы не обращаем с такой живопись, например, Ванекин. Ванекин был создан в 60 лет, в 15 января исполнилось бы, ну, исполняется, исполнилось 60 лет, когда мы были в 16 января, почти с 65 года. В общем, давно в Москве, в первом курсе. Он закончил Строголовку, до этого он учился по детскому художественному ученищину, сам он из Донецка, в русской семье родился. Мать совершенно такая, ну, в общем-то, женщина без образования, ну, вот такое, в общем-то, занималась домашним хозяйством. Отец был коммунистом, и при войне Донецк был оккупирован, и соседи донесли, что он, в общем-то, коммунист, и мунициплисты. Вот, Валентин уже, пока, когда еще ребенок был, уже тогда проявлял, в общем-то, склонность к рисованию, и, ну, в общем-то, довольно-таки он закончил 7 классов, и после этого пошел работать в Донецкий оперный театр, помогать, ну, в общем-то, поможет, там, декоратарь. В основном, в общем-то, первые шаги, первый разы, как бы он получал, там, мэтеров, которые делали, в общем-то, в августные декорации в этом, из-за такого известного премидатора в то время. Ну, после того, ну, я вот историю расскажу, это сейчас нормально? Я бы задавал вопрос, я уже поехала. Я бы задавал вопрос, как выбирались работы в другом месте, как выбирались? А, ну, хорошо. Вы знаете, работ много, работ много, но мы знали, что мы уже не ограничили 70-80 работ. И поэтому отбираем, ну, те, которые работают, которые нам очень нравится, но вот сегодня мы вспомнили, что одна из самых лучших работ, одна из самых наших любимых работ, большая, трудная работа, называется «Москвичка», мы можем не участие в курсах. Вспомнились сегодня. Ну, потому что вот такая спешка, все это, вот, мы знаем, быстро, параллельно у Федоровна, у сына, когда не идти на, сейчас в Москве выставка, который будет, по-другому, через неделю. Поэтому, в общем, отбираем работы, лучшие работы, которые мы читаем, которые достойны этого зала. Могли бы еще, конечно, привезти, если бы зал был параллельно. Итак, спасибо на это. Чем сегодня он может заинтересовать? Вы знаете, вот настоящее, вот тогда настоящее искусство, как я понимаю, оно, в общем-то, увеличивает. Вот я смотрю на эти работы, каждый раз, вот мы делали на 75-летие, все, пока у нас тоже большой зал, там, по-другому, все было бы больше работы. Смотришь сейчас, и каждый, вот, привезу такое время, смотришь, и двумя глазами. То есть, вот, работа, которая настоящая художник, они не устреляют, они не только улучшаются, качество, как смотришь, и был, был, был. Какой социальный, такой был соок. И требовало, вот, его даже, ну, тогда, в теоретические времена, большого фритерия, но вот и ученцы в художнике в России не получаются. Это надо было пройти очень и очень сложный путь. Ну, я его проходила, прошла, и я 60-х, и я 70-х, и я не очень, и я, как СССР. А я выпускаю, мы уже сидели, ну, там, ну, порядок, потому что надо обязательно, кандидатов, чем я самую, пройти большие выставки, то есть в СССР, в России, в СССР, в Крандонбайне, где-то, какие-то, какие-то, какие-то. И если ты не межишься, а у себя запрещаем эти выставки, то, ну, вообще, не тебя не допустят. Для этого надо, значит, в Тури, на каждую большую выставку сидел выставком. И выставком, ну, и у нас, допустим, так как мы у нас в Москве области, вот, мы, в Косинске, приехали, то наш выставком первично был, в Крандонбайне, сидели, в Крандонбайне, живописцы, которые писали, вот, чем вы было, вот, и они, так сказать, были большие сомнения искусства. И когда Валентин принадлежил одну из этих работ, чтобы попасть на большую выставку, порядок, то, что секретарь остального года на стол, эти сидели могут встречать, в креслах, напротив, мне секретарь говорил, есть предложение, он говорит, но все сидели у СССР, а вы человечество? Я говорю, нет предложений, все, до свидания, забирай работу, и дай домой. И таким образом вот так вот все время, все время его, таким образом, с радостью не допускали никаких выставок больших, и, соответственно, он-то, конечно, понимал, что он, ну, есть, сейчас многие говорят, ой, я художник. На самом деле, художникам мало, те, которые силы жизни посвящают, которые главные в жизни, это творчество. Вот. Он, жилья-посвященник, не зарабатывал. Монументал, когда он закончил его строительство, монументально, это все дни, но, ну, это не очень. Вы, скажем так, со своими спальцами, композициями, доярами, ну, ничего не сельского, ну, школа, она была, в общем-то, по одной еще тоже схеме. Не, ну, были, конечно, художники, которые остались, и мы с ним с ним с ним с ним, с ним, с ним, с ним, с ним, с ним, так что, мы были в этом месте. Ну, Валентин был не из-за этой просто работы, а вот, что касается жизни, ну, во-первых, хотя бы тут, просто природный удар. Он выступал в строгом, вот, тут было 5 человек всего, граждан, у него не жили все. Я, например, выступала в 10 человек. А у них 5 человек, но у них 5 человек, но у них 5 человек на место. Это, как вот, художские жилы, понимаете, очень сложно. Так вот, он единственный, он учил их, вообще, члены за историю, это все, пятерку по живописи наступить, он не садится. Это единственный. Ну, и потом, когда он уже сдавал, там, какие-то, он сочинения писал, там, чучит какие-то, ну, в общем, разумеется, это было. А он, конечно, в этом был, ну, очень силен. Вот, ему ставили хорошие оценки, потому что 5, это уже считалось, ну, так сказать, почему, когда надо брать. Ну, в общем, когда он писал постановки на вот первый, второй, третий пус, то буквально других объединений прилегали, смотрели, какие-то начинают писать. Ну, если дружили, без него это было все. И потом, когда вот он закончил, приехали в проклинот, вот, он писал очень много портретов, то есть, как бы, битвы, ну, что касается пейзажа, меньше, поставили портретов. Ну, я говорю, вот, ему не повезло с тем, что вот в Москве, его бы, конечно, если бы он уже не в Москве, ну, в Москве тогда в те годы, мы же все где-то на руку закончили, в те годы, ну, это было очень сложно остаться, то есть, это прописка там, ну, в общем, все, кто хотел, там, переженились на москвичах, на москвичках, лишь бы получить эту прописку. У нас такое многое с ним, но мы приехали в проклинот, в Москве, в Московской области. Здесь, в этом отношении, значит, тишь и мать Божий благодать. Если такой художий, то все, что вы понимаете, можете себе совершить его. Ну, вот, Кастаки, к сожалению, не встретился на пути. Ну, он, конечно, переживал его поначалу, особенно, когда вот человек приносит по шутбонку, когда не годится. Конечно, ну, по этому городу, мы все, в нашем городе, в те времена, сейчас, наверное, лучше все-таки, выпивал, вот, с горем. Ну, потом, вот, уже привык, он уже к концу, когда он уже болел, когда, в общем-то, ему уже ничего этого не надо было, всех этих заслужил. Не заслужил, даже просто союз с художником успокоился, что не возьмут никаких оплаты с такой же людьми. Все говорили, это формализм. Это формализм. Вот это, это все формализм. Это вот наше интересное. Нет, кто понимал, вот у него, друзья, у нас московский художник, с которым он учился, который параллельно учились, с которым он дружил, он уже очень-очень, это его друг, Костя Александрович, он не сих пор ходил, вот, они до сих пор были. Ну, как бы, были лучшими друзьями, сейчас Костя с ними на дуле, это уже 8-й год, он как сочувствовал, скорее всего, он не был. Вот, он сделал, помог, вот, как он спросил, он был председателем Моломентальной секции в СССР, он попал в школу все-таки в начале, он не нам дали его взвод, его задача, в СССР, в СССР, в СССР, в 50-летие, то, например, он не был исполен в 50-летие, и он его сделал персональную выставку бесплатно в СССР. Это было, что было это. Валентин, конечно, после этого превалился, стал опять, как бы, снова, появился желание писать, писать, потому что были годы, когда больше работал, были годы, когда много, и после этой выставки я не стал бесплатно писать, писать, писать. Большой цикл работ написал. Ну, потом он заболел, 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 что-то и в 60-летие. Ну, как был сам, когда он спрашивал, сколько бы хотел прожить, он еще сожжал. Он еще сожжал. Он еще сожжал. Вот, краса, что-то. Ну, это первое выступление. Да не за что, так вообще. Ну, нормально. не по-русски, просто. это первое выступление. Конечно, я сделаю, это первое выступление. Продолжение следует...